Истинно, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, градющего в Царстве Своем. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежда же его сделалась белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Иоанна, и с ним беседующие. «При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорился, облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголюще, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики впали на лице свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении, доколе Син человеческий не воскреснет из мертвых». Сегодня как раз будем говорить о этих событиях, о преображении Господа нашего Иисуса Христа. Ну, каждый год во время праздника преображения к этой теме возвращаемся. Но в чем новость вот этой нашей беседы, что, обычно, было принято считать, что вот суть этого праздника, или суть этого явления, явление, то есть, такое явление, что Господь показал нам свою божественную сущность, которая была скрыта. Вот толкование дальше этого не идет. Вот в основном, уже вот сколько лет уже, 10-15 лет церкови, в принципе, вот только об этом и говорится в основном. А вот сегодня мы как раз поговорим о том, какой еще смысл был вообще происходящим, и что хотел Христос показать нам. Да, вот об этом, к сожалению, почти не говорится, если сказать, что вообще не говорится. Вот поэтому мы обратим на это внимание, сейчас как раз будем говорить, и будем говорить также о тех событиях, которые как раз тогда происходили в юдейском обществе в Палестине, и чем они связаны как раз с происходящим, вот о чем мы читали сейчас. Вообще, когда берешь евангельский текст, надо цепляться за мелочи. Мы взяли три таких маленьких нюанса, два-три нюанса, за которые мы зацепились, и начали раскручивать сюжет. Первый нюанс. Почему евангелист говорит по прошествии дней шести? Какая нам разница по прошествии одного дня, двух, трех, четырех дней? Зачем нам говорится, что по прошествии дней шести? Надо заметить, что Лука, когда описывает это событие, он говорит по прошествии восьми дней. Марк тоже говорит о шести днях. Это первый вопрос. Зачем нам говорят количество дней, которое прошло? Второй момент. Почему Петр предлагает сделать гостям и самому Иисусу кущи? И третье. Почему появились Моисей и Илья, а не, допустим, Иисус Новин и пророк Исаия? Мы взяли вот эти три нюанса и попробуем посмотреть, посмотрим, каким выводом мы можем прийти. Начнем с очевидного. Почему он предлагает делать кущи? Ответ здесь очевиден. Почему? Потому что, по всей видимости, дело происходило в иудейский праздник кущи. Тогда надо разбирать, что же это такое за праздник и как он связан с преображением и как он связан с шестью днями. Праздник кущи или суккот на иврите – это один из больших праздников, ветхозаветных праздников и считался самым веселым праздником. Вот самый веселый праздник – это вот как раз был праздник кущей. Как и написано в книге Левит, скажи сынам Израилевым, что с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей. В кущах живите семь дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вибил их из земли египетской. То есть это Бог. В память тех времен, в память тех событий, которые были во время скитания ивритского народа, когда они вышли из Египта, люди начали жить в кущах, в шалашах. Начали готовить шалаши и жить там. Это имело несколько смыслов. Вот это, во-первых, вот эта память, да, память того, чтобы люди всегда вспомнили, какие трудности понесли, какие переживания были у своих предков, да, тогда, и не забыли об этом. Во-вторых, праздник отмечалось сразу после осеннего сбора урожая. То есть когда у тебя уже есть урожай, ты собрал зерно, оливковое масло, фрукты, все, все, и как будто должен был расслабиться уже, наслаждаться вот изобилием урожая. И так как бы, что ты вот всю зиму до конца весь не обеспечен, да, ты что, не расслабился, вот память вот тех событий, ты не идешь у себя дома праздновать это, да, а строишь шалаши и живешь неделю в шалашах. Понятно, да, вот. Ну и еще был, еще есть один смысл. Это обозначает то, что Бог селился среди израильского народа. Вот это самое важное, вот об этом как раз меньше всего говорится. То есть что это означает? То есть толкуется, что праздник кущей шалаши есть как раз сам Господь Бог в виде вот столпов дыма и огня, которые постоянно сопровождал израилетян. То есть это показывало присутствие Господа среди своего народа, да. То есть и вот это сделая, они ощущали или почувствовали, переживали вот те ощущения, которые было у израильского народа, когда они постоянно чувствовали присутствие своего Господа Бога. То есть живя в шалашах, они как бы почувствовали на себя то, что чувствовал израильский народ вот в том далеком прошлом. И более того, еще и толкуется так, что как раз Господь Бог, когда селился среди израильского народа, они видели его славу, его сиане. Как и говорится в первой главе Евангелии от Иоанна, и слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Понятно, да? То есть тут говорится о Иисусе Христе. То есть они видели славу Христа как единородного. Вот это слово обитало, если переводить на иврит, это получается слово как мишкам, то есть обитель или мигдаш, святилище. То есть святилище Бога, да, святилище Бога, то есть сияние или сияние Бога обитало среди своего народа. То есть это еще один намек, чтобы эти события произошли во время именно праздника Пущи, когда народ как бы чувствовал, что вот Бог начинает жить среди них. И вот в это время и Христос преображается и показывает, вот, посмотрите, я живу среди вас, да, вот видите мою славу, да. И что самое главное, Он показывает, что этим Он не показывает свою скрытую сущность божественную, не только это показывает, а показывает, что все люди, которые будут жить в будущем Царством Небесном, да, они будут именно вот такими, как Он. Он же преобразился, да, изменился там, внешний вид изменился, да, начал сиять, одежды изменились, все изменилось, да, вот. И сам Бог начал говорить, и самое главное, спустился на апостола в такое состояние, вот такое состояние радости, что даже Петр там как-то не понял, что он говорит, то есть Петр уже в таком вошаршенном состоянии говорит, давайте останемся здесь вообще навсегда, чтобы это состояние было постоянно с нами, понятно, да. Вот это, то есть, прикасание Святого Духа, вот. Ну и как Захария намекает, что ликуй и веселись, доча сиона, и бивот, я приду и поселюсь посреди тебя, то есть, говорит Господь. То есть, вот это состояние, которое как бы символ, как символ отмечали иудеи, Христос показал на самом деле. Праздник Кущей, он был самым веселым, до сих пор считается самым веселым в израильском народе, и этим он очень похож на наш Вартавар. Наверное, нет более веселого религиозного праздника, чем Вартавар, этим он очень похож. И тут прямая связь с преображением. Вот, то есть, понятно, праздник Кущей, основная мысль, повторюсь, основная мысль этого праздника, это когда у тебя все хорошо, ты берешь это все оставляешь и живешь так, как будто у тебя ничего нет. Это большой назидательный эффект. Самая главная мысль, неважно, где они жили, чем питались, главное, что когда у тебя все есть, ты оставляешь это и живешь под звездами так, как будто ты живешь под Господом, как жили евреи в пустыне. Это главная мысль этого праздника. Теперь попробуем понять, почему он говорит о шести, и Лука говорит о восьми днях. Праздник Кущи длился семь дней. И самый важный, самый веселый был седьмой день. И вот почитаю, что происходило. То есть в этот день происходило седьмой день богослужения в храме, а что происходило после богослужения? Этот праздник, последний день, он проходил до поздней ночи. И в храме молодые священники устанавливали большие миноры, светильники с золотыми подсвечниками, которые зажигали, и фитили, кстати, для этих ламп изготавливались из поношенной одежды священников. И музыка, танцы продолжались до раннего утра. Молодежь плясала с факелами в руках. И в конце концов самое интересное, что факелы устанавливали в проемы окон, дверей. Иерусалим становился городом, светящимся на холме. В Талмуде говорится, что не оставалось ни одного дома, который не был бы освящен таким образом. Вот вам прямая связь, почему это происходило через 6-8 дней. Видимо, евангелисты по-разному отсчитывают время, потому что по-еврейскому новый день начинается с вечера, а может быть кто-то считал просто как сутки 24 часа. Вот, видимо, из-за этого связана разница в днях. То есть, ну, идея в чем? Идея в том, что дело происходило в самый главный день этого праздника, когда устраивалось световое шоу. Иерусалим становился городом, подсвеченным со всех сторон. Город светился на холме. Вот прямая связь, и этого не ясно, если этого не знать. Почему Иисус показывает свет царствия в этот день? Да потому что в обществе зажигалось, это был праздник света. Самый главный день, это был праздник света. И он показал, что он источник этого света. Это он и есть этот свет. То есть, то, что символом был, он показал по-настоящему. Это очень важный момент. И если не раскручивать таким образом, что это вообще непонятно, почему евангелисты говорят об этом. Более того, Иоанн, который не рассказывает о преображении, он рассказывает, что Иисус был на празднике Кущей, и там сказал фразу, что «я свет миру». И это тоже происходило в последний день праздника, как он говорит. Последний великий день праздника. Он там говорит, что о себе как о воде. Это связано тоже с богослужением праздника Кущей. Сейчас мы не будем этого касаться, потому что не связано именно с преображением. Нас интересует световая часть этого праздника. И там же в последнем дне, как отмечает Иоанн, на празднике Кущей, то есть, видимо, какой-то другой праздник, не этот праздник, а еще, может, через год, через два, неважно. Он опять приходит, празднует, видимо, он очень любил этот праздник. И он говорит о себе как о свете миру. Опять же, в последний день. Почему? Потому что в этот последний день люди праздновали и выселились, устраивая световое шоу. Таким образом, он показывает, что это есть радость земная, но параллельно показывает, что источником любой радости, любой радости является он сам. Показав истинный свет, и как он говорит, с чего начинается преображение? Что он обещает, что некоторые увидят царствие, уже явленное царствие. Таким образом, он приоткрывает царство и являет истинный свет. Много в Евангелии вообще-то таким образом устроено. Мирское духовное, мирское духовное. Если смотреть на Евангелие, очень много вещей. Тут параллели, постоянных сравнений. Постоянно. Иисус постоянно берет что-то мирское и преобразует. Вообще, христианская вера – это вера преображения. Это не вера уничтожения, не вера сжигания. Отречения. Да, да, да. Не вера. Это вера преображения. То есть, не устраняется. Плоть не устраняется, как мы видим. Не устраняется радость. Апостолы говорят, хорошо нам здесь быть. Радость остается. Она трансформируется. Это не просто радость тусовки, радость песен, радость сплясок, радость подсветок. Это именно преображение. Вообще, все христианство есть религия преображения. Начиная от обычных мирских, заканчивая преображением плоти. Это очень важно, потому что в первые века уже появления христианства появляются так называемые гностики, которые утверждают, что все духовное хорошо, а плоть... Ну, оно и понятно. Это место и плохо. Оно и понятно. Глядя на плоть, сложно сказать, что с ней что-то хорошее может быть. Да, она стареет, она потеет, она хочет туалет и так далее, и так далее, и так далее. В итоге умирает. Да, в итоге умирает. А где духовность, где это? Ну, парадокс христианства, как видно, что это не придуманная вещь, это не какая-то философская догадка. Это именно откровение было, потому что никому в здравом уме не могла прийти идея о преображении плоти. Сплошь до рядом, только все отрицали. Отрицали плоть. Почему? Потому что она мешает. И сам апостол Павел об этом говорит, что... Плоть постоянно борется против Духа. Да. Ну, это никто не отрицает. Но христианство, в отличие от язычества, то есть не уничтожает, не путем уничтожения плоти, достигает совершенства, а путем преображения плоти. Ну, апостол Павел говорит, что не мешает, что ли? Он говорит, что плоть борется против Духа. Он же говорит. Ну, это что, что, что борется, но мы не говорим, что мы мешаем. Я как раз говорю, что христианство не говорит, что это препятствие. Христианство как раз преобразует... Он не понимает. Но он говорит, что пока в плоти есть грех, он не может... Он говорит, я что доброе делать хочу, не делаю. А доброе, а доброе, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Кто избавит меня от... От этого состояния, да. Какой я жалкий человек. И кто меня избавит, и говорит, ну, слава Господу нашему, благодаря нашему Иисусу Христу, говорит, я имею как раз возможность этого. А язычники вообще отрицали. А язычники, как раз именно язычники отвергали плоть, потому что плоть мешает духовному состоянию. Потому что она постоянно хочет свое. Она устает, хочет спать и так далее. Когда надо молиться, плоть хочет спать. А христианство этого не говорит. Христианство говорит, что плоть будет прославляема. И это именно откровение, это не какая-то догадка, не какая-то придумка. Это было новостью вообще для религиозного смысла того времени и вообще, вот, в виде христианства. Когда христиане начали утверждать, что плоть надо не уничтожать, а контролировать просто. И в конце концов, плоть преобразуется. И наши тела становятся такими, как у Христа. То есть, духовный мы. Об этом и говорит и апостол Иоанн. Когда говорит, мы не знаем, мы сейчас сыновья Божие, и не знаем, какими будем потом, но мы знаем, что будем как Он. Будем как Он. Вот и Христос показал, какой Он и какой вы должны быть. То есть, это праздник прославления человеческой плоти, то есть, преобразуяющейся плоти. Праздник человека. Это человека праздник именно. Он показал состояние человека в будущем Царстве Небесном. То есть, если вы будете верить в Меня и будете Моими, то вы будете вот такими же, как и Я. Поэтому это состояние так понравилось Петру, ну и всем остальным, кто Петр сказал, давайте останемся здесь. Вообще останемся здесь. Нам не надо никуда идти, там, ни Иерусалим, ни власть, ни борьба против Римлян, ничего нам вообще. Ни политика ничего не интересует. Лишь бы оставаться здесь и вот в этом состоянии, да? То есть, состоянии вот этой благодати. Но не знал, как озвучит эту мысль. И как сам евангелист говорит, он, говорит, не знал, что сказать. И просто вот ляпнул первое, что в голову пришло, потому что настолько было ему непонятно, что происходит. Ему надо было, видимо, заполнить паузу, которая неудобная была. И вот он сказал, давай-ка сделаем куще. То же самое, если бы дело происходило на православную Пасху, он бы сказал, давай испечем три кулича. Один тебе, один Моисею, один Елена. Ну, как маленькие дети, когда в гостях очень хорошо, говорят, давайте не уйдем никуда, останемся здесь. Да, потому что здесь хорошо. Да, вот, например, в каком-то детском развлекательном центре очень хорошо. Давайте останемся здесь, зачем идти домой? Здесь хорошо, хорошо. Ну, да, он человек вот таким вот рассуждал, потому что это такое состояние, как говорит Павел, говорит, умом не понять, да, невообразимое состояние. Поэтому это было, да, чисто от души радость, практически детская радость. Но потом это все исчезло, и они как бы почувствовали свое прежнее состояние. И что интересно, что сразу после этого он им говорит, начинает говорить о том, что не сказывается, что пока он не воскреснет из мертвых. То есть это как бы после этого это темное пятно. То есть тут свет, светлое пятно, и дальше темное, и дальше идут тоже темные пятна, потому что как они спускаются с горы, появляются перед ними бесноватые и так далее, и так далее. То есть получается, вот оно царство, где хорошо, и вот они спускаются в мир, где торжествуют беснования, болезни и так далее, и так далее. Жестокую реальность. Жестокую реальность, да. Это вот как бы контрасты, контрасты, контрасты. Вот, еще третья зацепка, почему говорится о Моисея и Илее, чему явились именно Моисей и Илея. Ну, потому что Моисей как олицетворение, ну, это самое очевидное, как олицетворение закона, и Илея как олицетворение пророков. Спросите, почему Илья, они, грубо говоря, Исаия или другой из пророков, потому что Илью ждали. Это символично. Илью ждали, и, заметьте, дальше они начинают спрашивать у Иисуса, а как же Илья должен прийти, и на что им отвечать, что Илья уже пришел, и, более того, его уже убили. Вот. То есть, какой вывод из этого делаем? Что пророчество не есть предсказание. Пророчество не есть предсказание. Да, все ждали Илью, Илья пришел, но Илья не по паспорту Илья, а человек в духе. Тоже очень важный вывод. Пророчество не есть предсказание. Если что-то нам говорится, не значит, что все сбудется с скрупулезной точностью. Как раз раввины такие очень часто понимают или питаются понимать пророчество. То есть, они буквально понимают и попытаются буквально трактовать, и ждут буквального исполнения. Поэтому, когда говорили, они думали, что вот сейчас придет сам Илья в этот момент. Христос говорит, что Илья уже пришел. И более того, его уже убили. Имея в виду Иоанна Крестителя. Имея в виду Иоанна Крестителя, потому что он не сам Илья, он пришел с духом Ильи. То есть, как Илья. Похожим на Илья. Не обязательно иметь паспорт Ильи и пророка. Смысл, смысл. Главное, главное, смысл. Это очевидно. Почему Моисей и Илья? Потому что закон и пророки, то есть, вывод следующий, что Мессия в Царстве Своем, и вообще, он выше законов и пророков. Потому что он создатель и того, и другого. Он больше закона, больше пророков. Это очевидный смысл. Второй неочевидный смысл, но тоже очень важный. И Моисей и Илья хотели при своей жизни видеть Бога. И видели. Где Моисей видел? Он просит, покажи. Он говорит, если Бог ему отвечает, невозможно видеть меня и остаться живым, он говорит, тогда я спрячусь в расщелине скалы. Спрячься и говорит, увидишь меня со спины. Он спрятался, Бог как бы прошел, и после этого Моисей светился опять. Вот вам еще свет. Моисей так светился, что пришлось его закрыть. И, кстати, по-моему, при рукоположении католикосов у нас в церкви... В рукоположении католикосов тоже у Аню закрывается лицо. Именно с этим связано. Да. То есть, это вот все эти ветхозаветные обголоски, которые как бы есть, например, в нашей церкви. И, в принципе, можем говорить как раз подальше, почему именно вот праздник преображения, либо артовар считается одним из пяти головных праздников, потому что это праздник как раз чем важен, что он показывает наше состояние в Царстве Небесном. То есть, показывает прославление человека, прославление человеческого тела. Да? Вот. Ну и еще, если по-богословски, он показывает, что Иисус Христос не потерпел изменения после своего воскресения, как, например, учат там греческие или латышские церкви, а он каким был, таким и остался. Он просто показал то, что было скрыто, что не видели в обычной жизни. Он как раз там и показал, что он на самом деле, вот есть такой, как и говорит апостол Павел, Иисус Христос, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Это мы читаем перед началом каждой литургии. Да. Мы всегда читаем, что он неизмененный, он не потерпел изменения. Он не потерпел. Если он потерпел изменения, тогда он не мог бы на горе преобразиться. Понятно, да? Вот. Просто они говорят, что Христос было непрославленное, да, то после воскресения как бы на уровень выше стал. Ну, пошел слава. А на самом деле он изначально был таким, что и он показал на горе Фавори, на вот, когда преобразился. Понятно, да? А поскольку это имеет очень большой смысл в себе, поэтому и стал один из главных праздников альмянской церкви. И совпадение, кстати, праздников, то есть, дохристианское время и еврейского праздника, да, совпадения очень много. То есть, это были самые веселые праздники. Это были праздники очищения, обливания водой. И там, и там присутствовала вода как символ очищения. Вот. Также этот праздник, то есть, был самым народным, можно сказать, праздником. Я помню, во время Советского Союза ни один праздник не отмечался, да? А вот Вахтовар обязательно все отмечали. Все. Да, да, да. А вот у нас же один из самых безбожных районов там. Вахтовар отмечали все. А вот ни Пасху там, ни Рождество. Все это было искальнено. А Вахтовар не получился и остался. Ну, потому что народная память с этой стороны была сильнее, потому что это говорил о преображении человека. Потом христианство уже клал другой смысл, да? И, наверное, увидев сходство этих праздников, они как бы объединили эти праздники. И преображение стало одним из главных праздников. Народный праздник. Но ведь еще долго, до того, как Армения была, скажем так, языческой, она же все равно была... Ну, есть такое предание, да, что это праздник, напоминает нас о всемирном потопе, что водами очистились через воды, и теперь уже от воды не боимся, а наоборот, водой очищаемся. Ну, это предание, это как предание, вот. Ну, опять же, Вахтовар означает опять Вахт, то есть Сиать, то есть Сиать, Жечься, а там, этот, Суккот, там тоже это праздник света и воды, в принципе. Сначала праздник воды, а потом уже последний день праздник света. То есть, последний день самый главный, он самый главный. Даже так совпадает, вот. А еще же говорят, что там роза. Роза, это же, роза что? Роза это символ Христа, вообще. Помните, там специальный доклад был как раз. Роза как символ Христа. Вообще, сам по себе цветок роза, это символизировалось с древнейших времен, вот, именно Иисуса Христа. Потому что, как бы, был этот нераскрытый, да, как бы, Христос. Потом раскрылся именно во время своего преображения, первый раз, когда показал свою славу. И запах, и славу, и цвет, и сияние, и все. Поэтому это вот такая символика. То есть, ведь символ не только крест, да, древние символы как раз были. Была рыба, был якорь, была эта пальмовая ветка, и была еще и роза, вот. То есть, если глубже начинать изучать, так являются очень интересные подробности. Возвращаемся к тексту. Да, символизируют. Да, к Богу ходим. К тексту возвращаемся. С Моисеем понятно. Да. И Илья как встретил Бога. Вот. Как встретил Илья Бога. Там со спецэффектами было, говорит, пройдет, говорит, гроза, но не в грозе Бог, пройдет там вихрь, не в вихре Бог, то есть какие-то вот серьезные катаклизмы. И, говорит, вот когда, говорит, пойдет то, что называют православной церкви, класс, хлада, тонка, вот как-то вот так называют, то есть это какое-то вот легкое дуновение ветерка, и, говорит, в нем Бог. То есть или Бог явился, или вообще был одним из самых грозных пророков, который был крайне нетерпим к язычникам и ко всем, и вот он ждал, что, видимо, Бог появится вот в таком же грозном виде, а Бог ему появляется вот совсем по-другому, как тихое, вот такое спокойное дуновение ветра. Как и Христос явился первый раз, не как грозный царь, который пришел освободить от римского иго, а как сын плотника, и глаз не будет слышен, как Исаия говорит в площадях, да. Вот, вот, то есть Бог показывает всегда, всегда, как бы обламывает человека, человек ожидает совсем другое, а Бог берет и показывает себе совсем другой стороны, не так, как человек ожидал. Все ждали веселья в праздник, а он им явил другой свет, другое веселье. То есть, логика повествования понятна. Еще несколько мелочей надо коснуться по различию в тексте и так далее. Лука не говорит слово преображение. Он, когда описывает текст, он избегает всяческие слова преображения, у него нет слова. Он говорит, что когда молился, лицо его просияло. Почему он не говорит, не употребляет слово преображение, потому что он из язычников и пишет для язычников, а у язычников в этих преображениях вагон и маленькая тележка. То есть, он всячески избегает описания этого события, чтобы оно было понято в языческом, как Зев, чтобы не было понято, как будто это какое-то божество, там, Зев с какой-нибудь очередной. Да, которые там какие-то метаморфозы с ним происходят. То есть, Лука в этом плане очень осторожен. Лука упоминает, что эти трое уснули, пока он молился. Видимо, это у них любимая фишка была. Ну, они надели спать, да, и там спали. Да, пока он молился, да, они уснули. Ну, понятно, гору поднимались, устали под солнцем, да, и уснули. Видимо, может, он долго молился, им было неинтересно, как в Гефсимане, они уснули. Простые люди, конечно. Да, Марк говорит о белильщике, тоже очень интересно, не знает, как описать происшествие, и говорит, что у него одежды сделались белыми и блистающими, как снег, как ни один белильщик не может выбелить на свете. Видимо, белильщики, это была как-то отдельная каста людей, которые, ну, вот, занимались, то, что сейчас нас химчистки делают. Вот, и очевидно, что... Когда порошков не было ни Доси, ни Дарья, ни других, там совсем другие средства были, да, и их скромные возможности, конечно, не могли дать такой результат, который было, вот, то есть, со Христом. Поэтому он говорит, что был такого белого цвета, что как бы... Да, что ни один белильщик не может, ни она химчистка, грубо говоря, не может почистить. И, видите, получается, что со Христом в Царстве быть еще и экономически выгодно, не надо тратиться на химчистки. Вот. В принципе, я думаю, что все, основное, все, что мы хотели, мы, наверное, расскажем. Ну да, в основном говорили, как раз, то есть, мы раскрыли на этот раз новый смысл преображения Господа, что это не просто Христос показал свою божественную сущность, а Он показал именно преображение человеческой плоти, что не только Он такой, но и мы все будем такими, если окажемся в Царстве Небесном. Праздник Света. Спасибо за внимание, если есть вопросы. Мне написали, что очень жалко, что вопросы из прямого эфира выходят, потому что хотелось бы слышать. Ну и объяснил, что вопросы сейчас опять будут вопросы, как каяться, как смиряться, как молиться, как поститься, как всегда. Одни тоже поэтому говорят, что не перегружать ваши мозги вот этими банальными вопросами, которые уже 15 лет повторяются. Я поэтому прямой эфир основной темой заканчиваю. Но если что-то интересное будет, мы записываем на диктофоне, скидываем, ну и еще и пишем в комментариях. Так что те, которые жаловались, пусть не волнуются, то есть, ни один интересный вопрос не останется как бы в тени, да, то есть, актуальный вопрос, да, банальный. И не одна интересная тема, как бы мы не выкинем, и все как бы будем в той или другой форме как бы кидать в соцсети, чтобы всем было доступно.